Перекрёсток проспекта Центрального и улицы Садовой. Это своеобразный центр Николаевского полуострова. Естественно, на этом месте был построен сити-центр. Сегодня в сити-центре меняют траволаторы. Не так давно здесь заменили эскалаторы. И некоторые могут сказать, что именно с этого места начался путь эскалаторов по городу Николаеву. Но отчасти это так, а отчасти не так. Сегодня мы попробуем разобраться и в этом вопросе. Я Андрей Шинкаренко. Я просто расскажу вам о Николаеве просто. В 70-е годы прошлого столетия затеяли грандиозную реконструкцию завода имени 61-го коммунара. Я уже рассказывал об этом в своем ролике. Почему снесли, тем вот. Ссылочка, кстати, будет внизу в описании. И вот когда выделились деньги на строительство новой части судостроительного завода имени 61-го коммунара, тогда же предусматривали средства для соцкульбыта, как тогда говорили. Тогда в Николаеве существовал дворец судостроителей. Сейчас горожане его знают как АДК, областной дворец культуры. И вот решили, что нужно и второму судостроительному заводу, не только черноморскому судостроительному, но и 61-му, иметь свой дворец судостроителей. Кстати, ну не дворец судостроителей, а дворец культуры или клуб, как тогда называли, находился практически здесь же рядышком в нынешней церкви. Ну и, собственно говоря, в те времена в бывшей церкви Касперовской иконы Божией Матери. Ее тогда после революции обезобразили, срубили купола, убрали колокольню и туда въехал клуб завода имени 61-го коммунара. И вот два этих события, реконструкция завода 61-го коммунара, ну и вообще то, что клуб находится в церкви такого серьезного судостроительного предприятия, вот сыграли как раз на руку тому, что были выделены деньги на сооружение вот этого серьезного сооружения в самом центре города. Но изначально это не планировалось как сити-центр, как я уже сказал, а планировалось именно как дворец культуры судостроителей. Вообще, если откатиться в историю еще дальше, в 70-е планировали его построить изначально в сквере 61-го коммунара. Там даже его закладывали, ну торжественно, как обычно у нас выкопают ямку, закопают кирпич, поставят рядом гранитную стелу, напишут, что здесь что-то будет построено. Так же поступили и там, но естественно ничего не построили. Там, кстати, облицевали под это дело заводскую стену белым камнем с различными там изображениями из истории судостроительного завода. Там же установили самый большой якорь в Николаеве и, наверное, на всей планете. Я, кстати, об этом уже тоже делал выпуск. Ссылочка на этот выпуск будет внизу в описании. Кому интересно, можете посмотреть. Ну а позже, уже в 80-е годы, решили, что вот здесь с одной стороны расположена самая главная гостиница города Николаева, гостиница Николаев. И, ну, не гоже посетителям смотреть на одноэтажные трущобы, которые были расположены здесь, на месте нынешнего сети-центра. И вот решили, что дворец культуры завода имени 61-го коммунуара будет построен именно на этом месте. Начался снос одноэтажных зданий. Возникли некоторые проблемы у архитекторов. Проблема заключалась в том, что улица Потемкинская сходится к Садовой и образуется как бы такой треугольник. Квартал не прямоугольный, а треугольный и довольно мало места перед самим зданием дворца культуры. То есть его хотели сдвинуть на улицу Потемкинскую, перекрыть на ней движение, убрать оттуда трамвай. Но потом посчитали, какие-то сумасшедшие деньги, все выходит и от этой идеи отказались. Но, в общем-то, где-то в начале 80-х строительство здесь все-таки началось. И по планам завода, в 200-летие завода имени 61-го коммунара планировали провести уже торжественное заседание именно в новом дворце культуры завода и своеобразный такой подарок сделать судостроителям. Но, увы, не получилось. Естественно, строители не успели достроить это здание, не успели завершить строительные работы. Работы где-то были выполнены больше, чем наполовину. Ну и решили, что ладно, бог с ним, проведем торжественное собрание во дворце судостроителей Черноморского завода, а дворец достроим через год. Благо, через год, как раз в 89-м году, должны были праздновать 200-летие города Николаева. И торжественно всему городу объявили, что вот 200-летие Николаева, мы будем праздновать вот здесь, в новом дворце культуры, который появится на центральной магистрали города, но не сложилось и к 200-летию Николаева. Кстати, 200-летие завода имени 61-го коммунара отметили очень даже не слабым концертом, я бы сказал, прекрасным концертом пришел парусный корабль с какой-то киностудии сюда, в Николаев. Здесь его поставили на центре реки, рядом поставили с ним понтон. На понтоне, в общем-то, это была сцена, на которой происходили все выступления артистов. И вот рядом происходило такое водное шоу на катерах, на яхтах. Ну, ничего подобного, просто никогда в истории города больше не было. Это было шикарное мероприятие. Все зрители стояли на набережной, на двух мостах, оттуда смотрели за тем, что происходит на воде. И, наверное, это был первый случай в истории Николаева, когда действительно главная артерия, главная магистраль города, а это река, использовалась в качестве главной сцены для проведения такого серьезного мероприятия. Ну, а что же происходило с Дворцом культуры после 1989 года? А после 1989 года просто закончился Советский Союз, и финансирование прекратилось. И это превратилось в такой себе долгострой, который стоял в самом центре города Николаева. Конечно, картина была удручающая. С одной стороны стояла церковь без куполов, с другой стороны стоял недостроенный дворец, ну, такой полузаброшенный. Напротив стоял памятник милиционеру с мечом. Ну, и дальше, вы уже знаете, позже начали добавлять различные памятники по улице Садовой, дальше в сторону завода имени 61-го коммунара. Но сейчас не об этом. Здание было продано. Здание было продано, ну, по тем временам за смешные деньги, за 250 тысяч гривен. И, в общем, тогда говорили, ой, это же просто копейки, даром отдали. Но в реконструкцию этого здания надо было вложить огромнейшие средства. И эти средства были вложены. В здание изначально планировался зрительный зал на полторы тысячи человек. Посредине здания была построена огромная сценическая коробка. Ни шатка, ни валка. Здание все-таки к 89-му году довели до готовности 80%. И вот уже все основные перегородки, стены были построены. И вот когда это все было продано, поняли, что как дворец культуры это уже никому не нужно, начали эти все перегородки сносить. Реально, по трудозатратам, по деньгам было проще это здание снести и на его месте построить новый торгово-развлекательный центр. Ну, тогда решили сохранить эту архитектуру. Архитектура была здесь довольно интересная. Здание было не типовое, в отличие от дворца областного. Здание строилось по проекту архитектора Юрия Худякова. И его фишкой такой была вообще концепция, что это здание похоже на корабль. Вот верхняя часть здания вся была в иллюминаторах. И тогда при реконструкции архитекторы сохранили эти иллюминаторы. Сейчас, к сожалению, это все затянуто рекламой. И уже так не смотрится, как оно смотрелось даже при открытии сити-центра. Это было великолепно в Николаеве. Тогда появились первые такие огромные иллюминаторы круглые. Ну, окна иллюминаторы. И здание действительно за счет него смотрелось очень нарядно и необычно. Можно было сказать, любому человеку, который не был в Николаеве, как ориентир, вы будете проезжать по проспекту, увидите здание с большими круглыми окнами. И все, этого было достаточно. Сейчас это затянули рекламой. Увы, ну, теперь это не так смотрится. Ну и вот, собственно говоря, это здание стало, можно сказать, таким вот очень интересным. Его основной фасад закрыли алюминиевым фасадом накладным со стеклом. Причем это, наверное, единственный такой большой фасад, которым использовало накаленное стекло. И несколько раз, когда стекла здесь лопались, оно остеклено в одну нить, потому что за ним расположен второй реальный фасад этого здания, который был изначально запроектирован архитекторами с металлопластиковыми окнами. Он скрыт под этим фальшфасадом. И вот, когда лопались эти стекла, они рассыпались на мелкие кусочки, как при аварии автомобилей, потому что это каленое стекло, которое должно, кстати, быть всегда в фасадных конструкциях и использоваться. Тогда же был сделан вентфасад, вентилируемый фасад. Вот если вы посмотрите, плитка на этом здании, она не на растворе закреплена, а на специальных кляймерах такие вот защелочки небольшие, которые держат. И в этом же здании тогда появились эскалаторы и траволаторы. И вот сейчас как раз идет замена этих траволаторов. Эскалаторы уже поменяли. Кстати, в здании добавилось еще два эскалатора. И вот после этого началось, можно сказать, шествие эскалаторов по городу Николаеву. В различных уголках города стали появляться или большие магазины, торговые центры, в которых начали тоже устанавливать эскалаторы. Это и Пятый океан на космонавтов, это и тогда боулинг-турбина. Там, где сейчас магазин 33 квадратных метра, они там сейчас не работают. Хотя интересные эскалаторы, что у них за стеклом видны все механизмы. Это и торговый центр Кит, который когда-то открылся как Кит, а сейчас это портал, там тоже эскалаторы. Это и напротив дома быта юбилейный торговый центр. И на перегоне, ну в общем разные. Ну а вот траволаторы появились здесь и сейчас только они появились в новом эпицентре. Ну и если вы думаете, что шествие эскалаторов началось именно с сити-центра по городу Николаеву, то вы глубоко ошибаетесь. Тогда же, когда началось сооружение здесь, этого дворца культуры тогда, на Черноморском судостроительном заводе готовились к пуску 105-го заказа. Этот корабль изначально планировали строить под названием Рига, спускали как Леонид Брежнев, на ходовые испытания он ушел как в Тбилиси, а с завода ушел как адмирал флота Советского Союза Кузнецов, известный сейчас как Кузя, который дымил на весь мир. Ну, кстати, это не вина николаевцев. Николаевцы построили этот корабль и он ушел из Николаева, ничего он не дымил, все было хорошо. Проблема заключается в том, что у него сейчас очень плохо настроена топливная аппаратура. Кстати, выпуск про название авианосцев, которые строились в Николаеве, есть у меня на канале, ссылочка будет внизу в описании, ну или вот здесь по подсказке сверху. Так вот, когда готовились к спуску этого 105-го заказа, тогда же проводили реконструкцию из Тапеля, тогда же и проводили реконструкцию достроечной набережной. Достроечную набережную усиливали, ставили на ней новые краны и вот тогда, в 85-м году, по инициативе Черноморского судостроительного завода, на набережной неожиданно для всех появились первые в Николаеве эскалаторы. Была построена такая очень интересная конструкция, расходилась на две стороны и вот там были установлены первые именно эскалаторы. На них планировалось, и собственно говоря, не только планировалось, но по ним поднимались на заказ рабочие завода. Это было сделано для удобства именно работников, потому что корабль довольно высокий, высота от уровня воды до полетной палубы около 20 метров, это семиэтажный дом. Ну и представьте, рабочим все время бегать вверх-вниз по лестнице, можно просто устать уже только от перемещения по этой лестнице. Именно поэтому руководство завода решило, что нужно построить там эскалатор и их построили. К сожалению, об этом знали только работники Черноморского судостроительного завода. Все горожане начали пользоваться эскалаторами после открытия в Николаеве сити-центра, которое состоялось 27 мая 2006 года. Ну а такой на сегодня у нас получился выпуск. Понравился выпуск ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кто хочет помочь каналу, карточка будет внизу в описании. До новых встреч, до новых историй. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok